у меня все время вот одно и то же русское слово готовы вырваться вот вы что не скажете вот готов взяться за голову сказать охренеть вот он такой вот есть этот указ вот а4 13 страниц саша здесь ни одного слова про село нет то есть идет вот такая концентрация 200 семей будут владеть всей землей россии и это будет такой контроль над едусь за каждый гектар русской земли российской мы потеряли людей войну а что теперь то почему бред это из них потомки почему отдали землю меня всегда вопрос к нашим людям а вы почему отказались от земли почему она для вас не цен почему вы согласились с тем что кто-то забрал штефан дюр этнический немец владелец одного миллиона гектар земли финальный вопрос голод будет у нас простите за голод это такое дело она для россии не нового мы часто голодали вот и он может случиться совсем неожиданно и нечаянно уважаемые зрители уважаемые подписчики вы на канале а бн я александр бобылев и сегодня на связи со студией председатель общественного движения федеральный сельсовет василий милинченко василий саныч рад вас приветствовать на канале доброго здоровья и скажите что вы выходной делаете в приемной на работе ну во первых действительно работа и так я же живу далеко в селе деревне вот я приехал в москву как раз веду эту неделю прием но не то чтобы прием встречи это неправда что прием это встречи приезжают такие же крестьяне жителей города и все то есть мы встречаемся обсуждаем разные вопросы рассматриваем жалобы еще одни жалобы еще одни жалобы и так дальше в основном ты же знаешь жалуются что отобрали землю некуда деть продукцию банки не дают кредиты дешевых нет вообще кредитов и так дальше то есть вот это есть беспредел чиновничий беспреспективность сельской жизни это основные вопросы и думают какой то есть рецепт или какой-то секрет как сделать благополучную жизнь населения народ еще верит василий саныч я знаете стараюсь смотреть все ролики с вашим участием я ваш старинный зритель конечно хотел давно лично познакомиться побеседовать и надо было это делать раньше как раз вот вы сказали про жалобы я помню весной двадцать второго года мой друг действительно мой добрый старый друг николай фермер ну как все земледельцы святой человек как все люди работающие на земле там другие не держатся построивший хозяйство своими руками оказался на грани разорения за закона о забойных площадках его основного это у него как личное подсобное хозяйство определенные небольшое явно так же он взял участок ну я бы не сказал небольшой 5 гектаров воскресенском районе подмосковой а ну да 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 вам виднее вот и значит запретили забивать самому курицу кролика а вы же понимаете он продавал мелким оптом 30 там куренков в один магазинчик 20 кроликов другой но это не на ездишь а в серпуховской район и к тому же туда просто не пускает потому что там крупные агрофирмы как правило ну то есть грубо говоря очередь без марки забойной площадки нигде в рознице твоя продукция не имеет права появиться потому что шраф и колоссально вот хотел вас тоже привлечь тогда ему помочь и всем фермерам а сейчас вот что происходит по забойным площадкам как-то люди приспособились я бы я бы саша ничем не помог потому что это закон принят был принят целенаправленно осознанно вот учитывая наши обстоятельства жизни самой на селе учитывая абсолютное отсутствие сельской кооперации я подозреваю что это умышленно было принято даже не подозреваю а я говорю как есть потому что наша государственная дума на моей жизни еще ни разу не приняла закон какой-либо да в интересах нашего наших людей населения их неправополучие все только ухудшали нашу жизнь наше ну как бы наше состояние все да без кооперации сельской вот без развитой сельской кооперации этот закон означал одно ликвидацию малых и микро предприятий сельскохозяйственного направления личные лпх микро микрофермерские хозяйства абсолютно не в состоянии будут дальше работать вот то есть вы никогда и нигде не сможете лицензионную машину взять потому что это большие деньги ты 30 кроликов не повезешь на забой имеешь право на другой машине кроме лицензионную ввести ты везешь на лицензионную бойню которая может быть за 100 километров или 150 смысла тогда забивать скот для торговли никакого нет только для себя это означало одно ликвидация малых и микро предприятий это было продумано со стороны государства российской федерации так как большое количество людей думающих принимающих какие какое-то решение самостоятельно без государственного телевизора ну нежелательное нахождение их не одна территории российской федерации все должны быть мало думающие верующие только передачам из центрального телевидения и в принципе не особо и нужны чтобы они что-то делали опасные это люди для государства таким образом мы примерно 50 60 процентов течение нескольких лет вот добились ликвидации а это означало теперь переезд куда-то в другое место люди которые выращивали 20 30 свиней дома допустим да за эти деньги учили своих детей в институтах и так дальше лишив их этой работы они поехали на вахты это удар по семье по семейным ценностям которые так сказать приняты были недавно зачем то вот это в общем то плотно все я бы сказал так что это способствует ликвидации сел и деревенцев это способствует их и мы теперь я точно могу утверждать и знаю что за период вот значит с 2000 года и до сегодняшнего дня примерно ликвидировано уже 24 25 тысяч сел и деревень и малых городов кстати тоже не только села страдают и до 30 года мое ощущение и понимание будет ликвидировано еще 70 тысяч населенных пунктов которые размещены в основном не черноземной зоне сибири дальнего востока почему так я утверждаю саш почему потому что в них проживает от 1 до 25 человек 70 тысяч населенных пунктов это не жильцы и я хочу просто заметить это чтобы это мы понимали так что вот такой план и так в принципе я бы сказал прописано добавлено точнее в указе президента российской федерации от 7 мая 2024 года о национальных целях развития российской федерации на период до 30 года 2030 вот он такой вот есть этот указ вот а4 13 страниц саша здесь ни одного слова про село нет если еще в восемнадцатом году было посвящено несколько абзацев селу сельским территориям то уже теперь точно президент знает что никаких сел и деревень не будет у него в тридцатом году вот в указе президента майском указе на чем основываются сегодняшние все решения думы все решения правительства они все ссылаются согласно указа президента ни слова про село а ты говоришь про какие-то убойные пункты все никакой кооперации не будет такова политика государства российской федерации вот так пока василий александрович а давайте представим так вот я прибегну к такому стилистическому приему что я с луны свалился и как бы вот осматриваюсь вот судя по тому что вы сказали я готов задать два наивных вопроса ну вот вы госдуму покритиковали а вы кстати в критике гд не одиноки да александр иванович бастрыкин тут как-то у него союзники союзники вырвалось да и тоже говорят ну как когда нормальные законы то будут ну это там длинная история но я хочу обратить внимание зрителей что в двадцать втором году весной когда вышел этот закон началось с во да значит мы попали под санкционный пресс мы россия и значит не в последнюю очередь наверное в такой ситуации нужно бы позаботиться о продовольственной безопасности микро малое фермерство безусловно способствует да такой подушки безопасности в плане продуктов и так далее наивный вопрос фирменный а это навредительство случайно не похоже что то вот все признаки это уже навредило уже навредило и очень серьезно я сказал самое главное нас ликвидируют села и деревни министерство сельского хозяйства российской федерации департаменты сельского хозяйства будем говорить правительство российской федерации убедили в том числе и президента путина о том что мы обойдемся без сел и деревень что крупные агрофирмы агрохолдинги латифундисты россии справятся полностью с обеспечением если вы слушаете видите телевизор или отчеты смотрите как отчитывается то вы видите в нас нет проблем мы рекорды делаем по зерну мы рекорды делаем по мясу мы теперь лучшие умеря на первом месте на втором на третьем и на всем местах и тому подобное то есть идет вот такая концентрация 200 семей будут владеть всей землей россии и это будет такой контроль над едой на самом деле качественная еда ну как бы не сильно востребована в нашем правительстве их обеспечен небольшое количество людей будет обеспечено качественной едой все остальные будут кушать то что есть свиней выращенных на анаболиках птица которая будет расти 35 дней не видит солнца кстати как вы видите еще более ужесточают и запрещают теперь вообще выпасать скот ну это плохо это все улучшает саму ситуацию но и обратим внимание еще на что ведь с ликвидацией производства личных подсобных хозяйств ликвидируется в том числе и традиционный быт и жизнь крестьянина мы же теряем связи полностью со всем и у нас никаких перспектив поэтому нет что мы какие-то скрепы за которые сегодня мы даже конституцию переписали сохраним ведь мы же ведь хранители бытов того самого ведь деревня село дом птички кролики козлики дети возле них это и демографический срыв произошел ведь смотри ведь начали ломаться мы буквально 10 лет назад сильно тоже был и Медведев и Путин и Оликова хвастались что мы начали добавлять по 12-14 тысяч человек в год выше рождаемость белосмертности и вдруг резко мы пошли вниз 300-400 миллион 400-600 700 тысяч русских встает меньше обратите внимание всех кто сейчас нас смотрит встает меньше русских все остальные куда бедно держатся еще как-то с рождаемостью некоторые народы даже увеличивают значит свою численность а русских встает в среднем четко по миллиону меньше в год это связано и с ликвидацией сел и деревень нас раньше не зря называли инкубатор если бы в нас Саша был уклад крестьянский сейчас мы на него ставили именно ставку на развитие крестьянства то те самые деревни Козельского района допустим Калужской области где числится сто семьдесят сел и деревень а живых только тридцать три они бы все были живы там были бы семейные фермы семейные другие производства ведь не обязательно село это только бочкам крутить хвосты мы же могли производство размещать какое-то мебельное там мало ли чего могло быть да малые хозяйствующие субъекты предпринимательство это там все должно рождаться а потом когда в тебя есть дом большой а не квартира в москве восемнадцать квадратных метров когда в тебе есть шесть-восемь комнат то вроде надо их и заполнить чем-то живым значит надо делать детей а потом еще то на что никто не обращает внимания если у меня дома есть корова есть порося образно говоря есть птицы бараны и все мне надо работники помощники я буду делать себе работников я буду делать все чтобы были они а потом если у меня есть что передать в наследство то мне тоже надо кому-то передать я же буду их делать наследников тоже поэтому это большая государственная политика которая могла бы вот наша наш план федерального сельсовета как раз и был генеральный план у нас он назывался социально-экономического развития сельских территорий пятилетка укоренения народа на земле корень то вот там должен быть именно на земле а здесь и клапище скоро не будет всех будут сжигать и куда-то там складывать а мы корни наши там где могилы наших предков это наша земля и мы за нее будем стоять и все к сожалению вот так поставлена госполитика что нам стараются чтобы мы это забыли чтобы мы не помнили как наши предки бились за нашу землю как они не дали фашистам забрать землю а потом не стало вроде и фашиста уже нет и никто с танками не пошел забирать землю а урловская область вот брянская липецкая все потеряли землю стали какие-то черкизовые мераторги владельцами какие-то агрокомплексы Качева там степи и тому подобное как это может быть так Саш как может быть так что один человек владеет миллионом гектар земли за этот миллион гектар земли у нас сто тысяч положили людей в великую честную войну на каждом гектаре двадцать если семь миллионов мы поделим на наше все то получится двадцать двести тысяч за каждый гектар русской земли российской мы потеряли людей в войну а что теперь то почему то есть их потомки почему отдали землю у меня всегда вопрос к нашим людям а вы почему отказались от земли почему она для вас не ценна почему вы согласились с тем что кто-то забрал Штефан Дюр этнический немец владелец одного миллиона гектар земли ой 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 Китай владелец три Крыма земли сегодня в аренду забрал на сорок девять лет на семьдесят лет мы же ведь понимаем что нашу землю заберут рано или поздно у нас уже полностью и будет то что я говорю контроль над землей смотри мы по сути дела уже имеем контроль над финансами сегодня ты карточку имеешь заблокировали ты даже даже удрать не сможешь машину не заправишь все ты полностью под финансовым контролем наличные хотят убрать вообще и вот тебе нах но это не так страшно как страшен будет контроль продовольственник человек который три-четыре дня голодает он встает в общем то с ума сходит на пятый шестой день им то потом можно дать миску риса или миску перловки и он уже будет все в твоих руках я думаю что это продумано кто-то это продумал кто-то это навязал осознанно ли остальные помогают такой программе внедряться в жизнь я не знаю я так как и ты говоришь я со многими беседую в администрации президента я с президентом три раза беседовал он в четырнадцатом году мы подписали просто эпохальные казалось поручения расскажите об этом поподробнее пожалуйста Василий Александрович а сейчас несколько минут о нашем здоровье 17 лет назад у этого человека начались проблемы с позвоночником его состояние ухудшилось настолько что он мог с трудом передвигаться врачи предупредили что если не сделать операцию то остаток жизни будет проведен в постели однако вместо операции он разработал для себя корсет второй позвоночник и результаты превзошли самые оптимистичные его ожидания он полностью излечился сам и впоследствии исцелил по своей методике тысячи человек это изобретение принадлежит нашему соотечественнику члену корреспонденту академии медико-технических наук олегу челмакину Олег Васильевич является автором и разработчиком медицинского метода под названием второй позвоночник успехи методики были отмечены двумя золотыми медалями в российской академии наук на международном форуме росбиотех 2023 и 2024 а также высоко оценены рядом авторитетнейших докторов медицины как работает методика второй позвоночник принцип прост анатомически правильно выполненный жесткий фиксатор крепится к телу при помощи мягких лямок с учетом отдела заболевания главным техническим открытием является упор с правильно подобранной нагрузкой ниже так называемой пятой точки при сидении происходит полная разгрузка позвоночника а за суммарное время сеансов суставы и ткани успевают восстановиться использование корсета тренажера в течение 20-30 минут в день в течение 10-40 дней приводит к уверенным положительным результатам уходят зажимы и боли в спине и пояснице в груди и плечах в суставах и мышцах значительно улучшается состояние при межпозвонковых грыжах и протрузиях при сколиозах и остеохондрозах часто нормализуется артериальное давление и проходят головные боли также интенсивно восстанавливается и детский организм особенно в случаях специфического развития как воспользоваться тренажером второй позвоночник вам нужно заполнить формулу на сайте или просто позвонить по телефону в соответствии с параметрами вашего тела для вас изготовят индивидуальный тренажер и научат им пользоваться у разработчика есть приятные опции перед покупкой тренажера его можно опробовать в оздоровительном кабинете а если в течение 20 дней корсет вам не поможет производитель вернет вам его стоимость в полном объеме но за 6 лет практики таких случаев еще не было на корсет имеется регистрационное удостоверение все контакты ниже в описании и в верхнем комментарии что смотрите в четырнадцатом году будучи я член комитета Алексея Юрьевича Кудрина гражданский вот комитет гражданский да да вот и мы прописали где мы встретились тогда с Кудриным Грудинин я Пикалов Сосолятин другие такие Борис Мельниченко мощные сельхозники и мы убедили Алексея Дмитриевича семь часов мы с ним беседовали убедили в том что необходима программа развития конкретно не черноземной зоны сильно сегодня это ну это же русские земли исторически русские были Псковская область Тверская Новородская все мы же забросили не черноземья полностью вот забросили сейчас вот да мы убедили и он сказал да давайте сделаем и мы за шесть месяцев прописали отличную программу локальная так называемая экономика мы назвали именно вот ее пятилетка укоренение народа на земле и с этой с этим своим предложением мы пошли к Путину он очень внимательно слушал соглашался и вот такие поручения вот то что я буду говорить что понятно нашим всем крестьянам и всем должно было быть первое создание специального банка развития сельских территорий России мы предложили почтобанк почему почтобанк потому что сбербанк уже позакрывался везде а почта еще по селам сохранилась и мы сказали вот он это сельский банк должен быть это особый банк должен быть это не похоже это не ростовческая контора должна быть не ростовщики это банк развития территорий заселение этих территорий сохранение тех самых скрепов и всего остального и Путин согласился он подписал на Биулиной поручение мы сказали что Владимир Владимирович а как без местного самоуправления смотрите в девяносто четвертом году приняли закон о местном управлении мы над ним много работали люди в регионах работали смотри мы много хорошего там написали потом Дума взяла поправки сделала и не стало никакого местного самоуправления в России не стало его его нет а в Конституции есть но как же можно работать без местного управления в глубинке мы не можем из Кремля указывать на берегу левой левом берегу реки или на правом пости корову нам виднее там там должно быть все и земля должна там распоряжение быть специальная земельная комиссия и никаких с Кремля вправить продавать землю направо налево вы чё с ума посходили что ли все это наша земля вы чё ж нас гоняете из земли нельзя вот и это Путин подписал 50 процентов вернуть налогов местное самоуправление поручение 6 мая 14-го года российская газета 3 с половиной миллиона экземпляров напечатано народ не поддержал это дело что случилось с нами я не знаю как будто ничего ведь не было мы его очень пропагандировали на ОТР общественной телевидении России несколько передач сделали все комментарии просто меня ну на руках носить хотели да нужно и никак и не поддержало население себя не поддержало вы знаете я вот вспомню опять своего этого фермера я тогда лапушкину позвонил в партию дела говорю давай поможем ну вот они там партийный аппарат связался с администрацией района там руками развели о чем мы можем у нас в районе забойной площадки нет в соседнем короче мой друг Оля дошел до администрации президента записался там на прием прямо мне оттуда отчеты слал какой у него номер на таблое чего как как с ним там вежливо разговаривали его перенаправили в область значит в областное в областное министерство его там вроде обнадежили такой хороший человек он оттуда вышел окрыленный договорились вроде так что значит сказали а ты у себя сделай забойную площадку у тебя там есть помещение с водой разрешение мы дадим и завтра ждем местных чиновников все согласуете на завтра Василий Александрович чиновники появились значит все четко все согласно договоренности главный ветеринар во главе колонны увидел Колькиного кота и сразу спросил а кот-то у тебя привитой и Коля сразу понял по этой первой фразе что ничего ему не согласуют и так ничего ему не согласуют вот значит теорию заговора развиваем да значит в администрации президента ему посочувствовали в областном министрехозе тоже посочувствовали получается главный враг фермера это чиновники на местах что ли нет нет чиновники на местах вынуждены так делать это государственная политика смотри почему я прихожу к главе образно говоря давай я прихожу как обычный крестьянин житель района села и говорю вот мы тут решили собраться будем вот это село возрождать глава района думает ну все капец так автобус туда надо будет пускать дорогу надо чистить передач держать ё-моё денег у меня нет он ненавидит уже этого крестьянина просто лишь потому что у того возникло предложение что-то делать мы в очень опасной сейчас ситуации общественно политической наша страна направлена сегодня на то чтобы мы не работали чтобы мы не работали смотри дальше я скажу что Путин подписал Путин подписал каждому губернатору поручение по созданию срочного МТС для малых и средних как было реализации сталинской да то есть мы его убедили это надо все делать потому что крупные хозяйства обходятся малые никак мы не можем если у меня 5 или 10 или 20 гектар я даже трактор МТС за 82 не могу купить мне дохода не хватит на уж большой К-700 я не могу совсем да он и не нужен мне нужно чтобы нас 15 объединилось человек и мы купили себе трактор ну не мы лично купили а что была МТС это невозможно так что купили продали нет ничего подобного но у нас отсутствует кооперация раз а государство ты понимаешь я вот ну как бы не изучал это неправильно я ознакомливался с ситуацией с кооперацией в разных странах есть разные страны все которые крупные которые мельче вот работают так вот без участия государства ни в одной стране кооперация не получилась у нас закон хороший а дальше государство наше не только устранилось но и сделало все препятствия в том числе ветеринарные санитарные другие чтобы ничего не создалось понимаешь ничего чтобы не создалось нас загоняют ну вот то навоз мы неправильно храним то еще что то и в конце концов если я неправильно храню то я что делаю избавляюсь от крови от свиньи я же правильно все равно никогда не смогу хранить это нереально это невозможно ну и наши крестьяне не защищаются вот нам даже иногда наше телевидение намекает показывает учит нас вот нам говорят вот смотрите в Европе тяжело жить фермеры все вышли перекрыли тракторы не дали машины наши смотрят и думают боже как там плохо они живут а там у фермера если у него меньше 500 евро будет прибыли на их так то все руководство агрокомитетов слетит немедленно будет нивелировано потому что ихние министерства сельского хозяйства отвечают в первую очередь за доходность крестьян номер один в них задача а у нас какая задача поставил вот Владимир Владимирович Путин две задачи поставил вот они две задачи первая увеличить экспорт сельхозпродукции а так я теперь тебе расскажу почему нас это вообще ну по барабану нам увеличить не увеличить вот смотри мы продавали прошлый позапрошлый вот там 50-60 миллионов тонн зерна и мы упад почему потому что двадцать первый год мы продавали двадцатый зерно на экспорт россия продавал наши экспортеры продавали по триста шестьдесят триста девяносто долларов за тонн мы накупили техники личного хозяйства где я был председателем где я работаю да вот значит как бы помогаю а мы купили на сто пятьдесят миллионов техники мы увеличили четыре тысячи хактар заброшенных земель ну как же вот прибыль доходность деревня очистилась двадцать второй год как ты знаешь мы стали очень умными и мы решили ту самую договоренность с ООН с другими странами там Турция все остальное никаких зерновых сделал сами понты понты мы сейчас тут все знаете какая цена сейчас двести двадцать долларов хотел сказать вдвое наверное упала но чуть-чуть два раза цена упала я предупреждал я предупреждал в двадцать втором году про это наше правительство писал выступал встречался в высшем совете партии в других организациях говорил что не делайте это глупо завтра штаты могут произвести в шесть раз больше чем мы в Цернах Канада тоже произведут уронят нам цену и капец нашим крестьянам смотри три года подряд мы в убытке почему в убытке если нас смотрит кто-то из крестьян кто-то смотрит что понимает это да смотрите вот на ФОБе двести двадцать долларов то есть это ну двадцать тысяч пускай мы запишем тона на ФОБе это на корабль надо загрузить мне зерно чтобы мне дали эти деньги порту порт я плачу ну минимум двадцать долларов тысяча восемьсот рублей только за то чтобы я загрузил и они перегрузили на корабль я не знаю это дорого или нет но это вот тысяча восемьсот министерство сельского хозяйства в лице министра тоже говорит подайте христиане сюда и три-четыре тысячи рублей с каждой тонны забирают себе в бюджет Минсельхоза ну халявный день ничего не забрать крестьянин доят уже четыре восемьсот то есть четыре пять тысяч уже забрали теперь я живу на Урале произвожу зерно на Урале чтобы мне довести до Новороссийска семь тысяч тонн обойдется мне двенадцать тысяч я отдал теперь же экспортер хочет ну хоть тысячу получить он же тоже работает договаривается там где-то все тринадцать тысяч что мне остается с двадцати семь тысяч а себестоимость на Урале бывает и пятнадцать тысяч а себестоимость сегодня на юге двенадцать тринадцать тысяч а смысл нашей когда работы если я двадцать вот меня прям бумаги передо мной вот они двадцатый год я получаю прибыль на зерне сею триста всего гектар получаю один миллион двести пятьдесят тысяч прибыли двадцать второй год я получаю вот здесь вот убыток одиннадцать с половиной миллионов посеял вот здесь вот сколько тысячу двести га вот земли двадцать третий год я еще больше посеял знаешь девятнадцать миллионов убытка зерновой в этот год цена на зерно не растет и не вырастет погодите а это это все что вы сказали что взяли технику ее же взяли в лизинг наверное да конечно мы взяли в лизинг мне никто вот мы путину написали сейчас письмо чтобы нас совсем не ликвидировали надо остановить платежи в лизинг до тридцатого года надо сделать кредит один процент годовых до тридцатого года ну весь мир так живет между чего что же мы за исключение что мне тридцать процентов надо платить неправильно это все да иначе мы разоримся но я подозреваю что это как и кредитки возили домой раздавали все банки чтоб быстрее загнать всех долги так и сделало государство все в том числе ну честно я прямо я не могу себе подумать что это по глупости мы разорвали зерновую сделку нет они знали что делать они специально разорвали чтобы разорить россии русских крестьян а иначе а иначе как объяснить мне три года сейчас в убытке зерновой мне нужно продавать сейчас зерно с полем чтобы я погашал лизинговые платежи кредитные которые я взял естественно покупая технику мне надо двадцать одну тысячу за тонну чтобы я продавал зерно у меня сейчас десять будет вот я сейчас начинаю уборку первое зерно вот у меня знаете честно говоря немножко волосы дыбом когда я вас слушаю ну вот со времен вот этой вот истории фермерской моего друга уже прошло по сути два года знаете вот вы затронули политический аспект давайте на нем тоже немножечко остановиться может быть нас наверху посмотрит и учтут в итоге коля ферму продал он ее строил своими руками делал клетки инкубаторы машинку сам собрал для приготовления кормов участок вообще как райский сад был он еще любил селекции заниматься к этому малина у него была чумовая то есть он ехал вот к своему заказчику допустим с корзинкой малиной с десятью цыплятами он на своем джипе все развозил у него пасфайнер старенький с прицепом вот все это пришлось продать естественно в убыток значит мои знакомые личные даже открою тайну спикера моего канала я их снабжал всех его первоклассной продукции от которой у всех у них прошли эти рефлюкс изофагиты гастриты потому что люди едят не пойми что да вот у коли очередной шрам на сердце значит я еще забыл сказать что он для там практиковался у себя в СНТ сначала вот тоже там радовал всех своей продукции соседей но потом какие-то добрые люди его сожгли там вся птица погибла собака кошки две козы голуби ну много дуж живых питомцев у него там много было вот и я как-то Василий Александрович ну я думаю вам первому рассказываю эту историю потому что зрителям будет интересно сидел в день рождения в девяностых с одним крупным правительственным чиновником входившим в первую десятку ну сидели рядом значит разговорились вот и выпили ну по-русски выпили значит и все это способствовало доверительному разговору я ему сказал условно Иван Иванович почему вы нас там сверху как это вот малых средних предпринимателей методически убиваете методически а он откровенно сказал что мол из вашей среды вырастает политическая конкуренция оно нам надо вот у фермеров сейчас обиды копятся на бояр царских какие настроения вообще вот люди вы же с ними общаетесь что говорят то ну если только прилично что-то можете передать было бы интересно ты знаешь я ну скажу немножко наверное в обиду наших крестьян за вилы они не возьмутся уже я не знаю чем их кормили какие таблетки им давали на честь достоинство и мужество покинули нас к сожалению к сожалению большому и все я не вижу потенциала для сопротивления вот такой дурости все ты помнишь как дальнобойщиков запрессовали моментально причина была та же это предприниматели были принимающие решения за рулем едет он принимает решения так вот государство чиновник который получает жалование для того чтобы мы хорошо жили других денег ему никто не должен давать даже кроме этих к сожалению он нас ликвидирует государство российская федерация возомнило что это государственные деньги вот обрати внимание как они работают как всех пенсионеров наших убедили государство дает пенсии нету государственных денег есть деньги налогоплательщика и все в чем дело почему мы это не знаем почему мы боимся об этом думать почему мы надеемся на государство почему государство делает все в том числе и голод чтобы потом дать миску вермишелю переловки и сказать ну мы же тебе помогли покормили вот это все поэтому вот тебе и причина почему у нас среднего класса и не состоялся он в России законы были а класса не стало не пускали не давали жгли милицию травили вот натравливали точнее ее Росгвардию все чтобы не работал все чтобы люди не думали не мыслили не производили все государство взяло на себя дадим дадим магазины полные привезем все нормально пенсию дадим минимально чуть-чуть но чтоб ты не галкал и все вот это есть поэтому ну ну вот такое дело вот смотри сколько сколько принимали всяких ну таких популистских решений глупых но они захватывали народ про дальневосточный гектар ты ж слышал наверное про белорусский гектар слышал наверное про все ну не может гектар содержать семью не может может что ну допустим если у тебя гектар теплицы какой то но если у тебя будет тысяча теплиц то куда ты денешь продукцию не съедя скоропорт вот все поэтому нет конечно гектар не кормили хотя бы надо в зависимости какая продукция с минимумом надо 30 гектар тогда зарабатывать ведь мы не только должны заработать 100 тысяч мы же должны заработать чтоб развиваться мы должны заработать чтоб детей обучать чтоб человеческий капитал наращивать и так дальше то ведь вот нет это популистские были решения не более того гектар это хорошо для усадьбы но я должен где-то работать вот обрати внимание фермера германии которые маленькие да они ж не живут за счет фермерских хотя они выращивают продукцию получают субсидию своих 330 долларов на то есть этих евро на гектар но они работают либо на заводе мерседес либо там на какой-нибудь вот другом вот заводе который там стиральные машины делает самолеты или что то есть это такая жизнь вот если маленькая это ход это я без него не проживу вот это хорошо можно дилетантский вопрос вот Евгений Степанович Савченко на московском экономическом форуме выступал тоже его беспокоит это для зрителей скажу может быть кто-то я знаю его хорошо губернатор да экс-губернатор белгородчины человек который там протрудился долго плодотворно значит область процветала потом почему-то его потребовалось снять вот он разработал сейчас проект расселения молодежи вот в эти усадьбы с гектаром земли то есть с гектара семья не прокормится чем не занимайся ни животноводством да кормов своих не будет получается однако одна корова ты будешь держать и все Евгений Степанович я хорошо знаю еще по земскому движению он был будем говорить ярким сторонником местного самоуправления этого Панина вот Елена он там другие люди были тогда тогда мы мечтали что у нас будет местное самоуправление не получилось Евгения Степановича неплохо получилась Белгородская область вот я по ней ездил но она получилась в спайке с Лужковым туда Москва вложила капитальные деньги построили десятки комплексов огромных по выращиванию свинины курятины и тому подобное но она же и по зерновым лидировала если я не ошибаюсь по зерновым она тоже лидировала да нет все нормально он все правильно делал ну получилось ему наполнить бюджет бюджет вот то что то что мы у Путина добивали что местный бюджет должен быть с деньгами поэтому вы зачем забрали все в Москву дайте 50 процентов оставьте денег на месяц тогда глава поселения как ныне говорят я говорю глава сельского совета если он получает зарплату от губернатора и независимо от местного бюджета зачем ему новые рабочие места зачем ему вообще рабочие места а мы говорили что вы поймите раз мы от государства отделены местом управления то мы должны свои деньги иметь на месте зарабатывать нас должны быть вот вот именно каждый глава должен стараться как можно дороже сделать свою территорию чтобы были налоги чтобы был высокий доход и в том числе его зарплаты но если независим то он не будет делать вот то что сегодня коснулось всех наших сел и деревень в этом отношении поэтому вот такое да я вот смотрел твой вопрос про запахивание урожая что Дерипаска говорил да я скажу так это он на финконгрессе сказал кстати да 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 нет я да слышал это я так скажу тебе бывает такое что мы смотри первая причина бывает погода не даст убрать испортился урожай такое бывает бывает не можем убрать нет работы но бывает не можем продать нет работников это охренеть да нет работников на земле убрать нет работников на земле больше нет Саша ну мы должны понимать появились новые рабочие места с высоченной зарплатой сравнительно с селом да да 200 300 400 тысяч все у меня три комбайнера уехали в командировку думаю не вернутся я понял а вот давайте вот я сейчас понимаете с трудом чтобы в эмоции не скатиться потому что то что вы говорите ну еще раз я думаю что под этим нашим эфиром будет такая буря давайте зрители призовем немножечко к сдержанности корректности да ну вот пожалуйста спокойно спокойно попытаемся разобрать но мы же спокойно говорим мы говорим факты и не более того да я просто вспоминаю рассылаемся на подписанные документы все как положено значит вот я когда заколи своим этим наблюдал я вот понял я про себя понял что мне фермером никогда не стать там смысл в теме фермерском хозяйстве как говорится денег лишних нет но вы держитесь да надо крутиться вот грузовик вы сказали в хозяйстве нужен он значит денег на него нет естественно взял купил какую-то раздолбанную простите меня за это слово народную китайскую колымагу перебрал двигатель сам подварил подкрасил вуаля есть на чем корма возить он для кроликов своих в наших гипермаркетах забирал просрочку по договору а в обмен им возил свое вот фермерское вот это вот мясо вот скважину под воду сам завел проводка разводка коммуникации все своими руками вот у меня честно скажу руки вроде тоже не из одного места растут я по дому сам много чего делаю но не до такой степени я не смогу сам сделать инкубатор или там зернодробилку вы сказали про МТС это вот сейчас ключевой момент и говорили что вроде Путин одобрил я зрителям напомню не одобрил подписал подписал поручение это документ для исполнения документ для исполнения во времена сталинской индустриализации стало очевидным что колхоз были расстреляны все до единого губернатора колхоз не сможет содержать трактор ему нужна станция технического обслуживания и далее не все такие рукастые как Коля как с техникой то быть вот предположим мы там проснулись прекрасным утром значит все что подписано все там значит воплощается в жизнь интереса нету до сих пор как крестьянам как технику то обслуживать ну это все создается если будет политическая воля направлена именно на развитие сельских территорий и для того чтобы это ну если не поверили то хотя бы раскрыли глаза министерство сельского хозяйства и продовольствия российской федерации надо переименовать на министерство развития сельских территорий и задача их первейшая должна быть доходность крестьян жителей и деревень вот этим первую задачу делать и дальше их голова даже не будет палеть никогда с чего там где то продовольствия его будет вот столько фамильного и может себе представить что допустим маленькая Ирландия имеет 150 тысяч фирмиров 150 тысяч а еще больше Ленинградская область которая примерно имеет такую же все имеет две тысячи и из них работает тысяча но имея значительно больше человеческий капитал Ленинградская область более чем Ирландия имея все возможности и земельные ресурсы тоже больше ирландский крестьянин производит в 13 раз больше сельхозпродукции чем передовой ленинградский ферма Ленинградская область орденоносная поселуще так пятерку лучше 13 если мы спустимся ниже в Новгородскую область колыбель нашей свободы свободный город Новгород был когда-то и так дальше то в 76 раз больше ирландский фермер производит чем фермер нижегородской области на единицу климатические условия сопоставимы абсолютно вода одинаковая ветер такой же дует все то же самое ну вот смотри что это такое это есть некачественное руководство нас нет менеджеров как ныне говорят я имею ввиду управленцев по-нашему по-русски будем говорить нас нет управленцев способных эффективно управлять настраивать работу русский человек он не пьяница Саша он не пьяница русский человек креативный как ныне говорят то есть инициативный и выдумщик хороший так сказать да изобретатель русский человек очень работящий и я это утверждаю как председатель колхоза как практик а я абсолютно наш колхоз остался в восемьдесят восьмом году наш колхоз в течении пяти лет объявила построение коммунизма в отдельно взятом поселке у нас через пять лет ни одного пьяницы не было ну это фантастика но все сто процентов отказались от спиртного на территории сельсовета рассвет больше спиртное не находилось просто сказали оно для нас лишнее не надо и с девяносто второго года с осени мужчины поселки рассвет приняли ну будем говорить обед или как это называется да о недопустимости сиротства поселки рассвет только жить только красиво у нас ни одного второго дома не было мы запустили невероятное количество производств для поселка мы увеличили в три раза за десять лет численность населения поселка у нас вот так вот поселок рассвет развивался но у нас работала ферма сам собой овцы пчелы лошади были и ферма и свиньи небольшие и звери норка и нутрия но мы запустили сувенирница научили даже наши аборигены местные научились выделывать кожи шить разные изделия из кролика нутрии и так дальше мы запустили пекарню мельницу кондитерский цех все заработал денег девать некуда было понимаешь когда в девяносто втором году мы за свои деньги построили четыре с половиной километра асфальта и не нуждались в государстве вот тебе русские люди Свердловская область Камышловский район поселок рассвет это было это сделано мы доказали дорога до сих пор есть асфальтная дорога девяносто второго года до сих пор стоит выбоинки нет вот так мы могли работать и делать но почему россии не нужно было такое производство я уж не буду там всю историю это долго и раскачивать и все но в девяносто восьмом году нас ликвидировали вообще ликвидировали силой вплоть до что снесли бульдозерами школу и детский сад Свердловская область это не где-то не проклятые там какие-то а на месте чтобы не было таких хозяйств чтобы не работали если не верите ну сездите в подмосковный совхоз имени Ленин за строительство школы председателя оштрафовали на 1 миллиард 200 миллионов наше хозяйство за строительство дороги оштрафовали на 7 миллиардов рублей ну где как как тогда выживал понимаешь вот в этом и есть и самое сейчас будет печально и страшно для сел и деревень теперь кадры мы остались безработными я уже принял решение ну как решение я советую нашу сейчас хозяйствующую субъекту а мы серьезно развиваемся мы 5000 эктар земли сейчас уже обрабатываем что давайте женщин будем учить на трактор на комбайн меня мама работала это как в войну что ли это как в войну что ли как после войны и войну моя мама сорок пятого по пятьдесят восьмой год работала бригадиром тракторной бригады на тракторе была не было кому работать мужиков выбили вот а у нас вымерли а у нас вымерли и теперь мужики и вот приходится теперь обращаться к тому что а на чем работать беспилотники ну может быть может быть только я как то вижу что пока у меня нет беспилотников меня три К7 один К5 давайте скажем что это беспилотные 9 МТЗ и так дальше давайте для зрителей скажем что беспилотники не военные имеют ввиду летательные аппараты а беспилотные комбайны тракторы комбайны да автомобили ну может и будет а может и не будет а может и не надо я например смысл какой был зачем было людей выгнать из сел и деревень зачем выдавить зачем ведь мог быть прекрасный престижный труд красивые дома красивые должны были быть отличные фермы вот где должно быть автоматы дояры чистящие душ для коров все должно было быть вот такое у нас должно быть сельское хозяйство супер должно быть вы знаете я иногда думаю мысли такие конечно не веселые но с таким оттенком иронии вот я думаю как нам на нашей земле которая помните да велика и обильно удается жить так бедно не богат традиция традиция я видю вот мне когда-то давно историк наш Климсан Жуков рассказывал что в средней полосе России давайте с зерновыми разберемся потому что вроде у нас всегда говорят что вот а вот смотрите как мы по сравнению с Советским Союзом увеличили производство зерновых Василий Александрович ну я дилетант я мои закончил значит совершенно не разбираясь в сельском хозяйстве ну вот даже не тоже дилетант а профан простите это я себя похвалил вот вот зерновых у нас стало больше и стало хватать на экспорт потому что у нас уменьшилось поголовье крупного рогатого скота которому в СССР производимое зерно шло как фуражное то есть на корм да коров перерезали стали образовываться зерновые излишки так вот Жуков мне говорил о том что в средней полосе России она считается с точки зрения американского сельского хозяйства внимание вот я не закругляю формулировки не то что неподходящий а непригодный для ведения значит сельского хозяйства растений и водства в частности потому что выпадает меньше метров осадков меньше метров осадков в год когда-то значит ну сейчас агротехнологии понятно что продвинулись но вот в России была производительность значит урожайность такова что на едока в деревне приходилось шесть пудов зерна в год вот отсюда отсюда корни русской революции потому что люди жили в прямой видимости голодной смерти то есть один не урожай и все у тебя ни запасов ничего нету даже кулаки могли умереть вот так вот сегодня значит во-первых почему он откуда у нас излишки зерна правильно ли я понимаю просто скотина нет и что с урожайностью средняя полоса может себя кормить какими культурами если у нее экспортный потенциал вот ну если все по по умному делать давай отвечу первое абсолютно прав ты в том что мы сократили в три раза количество крупного рогатого скота у нас было шестьдесят миллионов голов в россии в российской федерации сейчас у нас семнадцать миллионов коров ну крупного рогатого скота конечно это мы где-то порядка ну на пятьдесят шестьдесят миллионов тонн зерна теперь мы не скармливаем то есть это излишки наши даже если бы вот так было следующее значит что еще я не верю то что там какие-то американцы писали что мы непригодные для сельского хозяйства я просто не верю пусть будет может быть кто-то написал но это не наука писала и это неграмотные специалисты могли такое дать заключение почему потому что рядом с нами польша абсолютно не черноземье точно такое же как белоруссия как вот значит вот все и сегодня создав сельскую кооперацию назвав свое министерство министерством развития сельских территорий не потеряв ни одного населенного пункта польша вошла в тройку лучших сельскохозяйственных стран мира вот так не черноземная зона наша программа локальная экономика федерального сельсовета предполагает что не черноземная зона сможет во-первых развивать мощнейшее животноводство здесь прекрасно растут травы люцерна клевер и другие хорошие травы раз мы смогли бы иметь сырное молоко и делать сыры мы смогли бы на экспорт тоже подавать мы смогли бы мясо разное тут выращивать и делать так как кормовые культуры растут брянская область сегодня 60 центров с гектара ребят вы чего какое непригодное красноярский край хозяйство солгон Борис Мельниченко мы его на министра сельскохозяйства выдвигаем мы выдвигаем его потому что это изумительный человек 93 центра с гектара Сибирь Сибирь ребят красноярский край Лужгук 93 центра с гектара пшениц вы понимаете что это супер европейские уже супер передовые развитых стран урожаи да можем мы все делать нужно правильное разумное нужна разумная аграрно-промышленная политика только и всего экспорт пожалуйста а давайте вот у нас есть заросли борщевика сосновского хорошее растение 12 героев соцтруда получили за него люди в 80-х годах в 70-х когда довели урожайность до 2500 центров с гектара зеленой массы самое сахарное растение россии биопутанол биоэтанол делайте билет целлюлозу с него делайте одноразовую посуду с него все делаете отправляйте налево направо иран куда вы там дружественные страны северную корею генесуэлу фугу отправляйте не жалко супер дешевый сахар дешевый кормовой делайте не портите мужиковичу настроение у него сахарные заводы спекловичные пусть они живут мы будем кушать дорогой сахар отдадим другим странам дешевый борщевиковый сахар это же то же самое что сахар метростник точно та же технология вообще не проблема давайте возьмемся будем делать вот оно не черноземье каждому фермеру 100 гектар борщевика и будет это страховая культура 10 миллионов рублей всегда будет иметь со 100 гектар страховый а остальное ферма все не дай бог не урожай там ржи ячменя или пшеницы борщевик всегда вырастет пока что давайте будем работать так не черноземная зона а супер зона для жизни для всего и не только для городов а вот смотрите задам такой уже более-менее профессиональный вопрос я же тоже как бы производственник да сельское хозяйство это производство в принципе все одинаковые я вот своей предпринимательской стезе прошел этот путь могу сказать что знаете вот по крайней мере до СВО до этой модной болезни значит не было проблемы сделать какое-то производственное предприятие денег можно было занять да конечно дороговато но можно было дорого оборудование можно было его наладить можно подключиться коммуникациям я сам это все вот проделал просто в Подмосковье значит но было одно узкое место о котором я догадывался о котором меня предупреждали если не сумел прорваться в сбыт в моем случае в гипермаркеты да все сливай бензин то есть производство это условно постоянные расходы значит произвел ты там миллионы изделий или произвел сто тысяч фонд заработной платы у тебя один и тот же ну плюс там минус да с точностью до премии которые конечно работникам надо платить если они там перевыполняют но оборудование должно работать в три смены в одну смену невыгодно у меня знакомые как-то давно я вспоминаю жили в саратовской губернии держали коров вот и я спросил у них как-то а почему у вас молоко закупают они мне ответили какую-то такую цифру вот у меня знаете вот я вас слушаю можно сказать бесплатно можно сказать бесплатно у меня все время вот одно и то же русское слово готово вырваться вот вы что не скажете вот готов взяться за голову сказать охренеть как это может быть вот произвели вы все борщевик там клевер корма зерновые там не девяносто три центни раз гектара сто допустим довели урожайность а куда деть а что со сбытом то будут же обижать там придут какие-нибудь вот как как продавать а на экспорт не дадут скажут ребят нельзя мировая практика в общем то все рецепты эти нам показ это сельская кооперация и другого нету рецепта нет другого государство вряд ли будет нам в этом отношении всегда вот оно государство оно говорит а вы продаете давайте 4 тысячи сюда нам сразу пошлина экспортная и так дальше нет конечно это сельская кооперация каким образом допустим финские валева имеют вот несколько сот тысяч человек кооперации поэтому у них их товар продается и все остальное занимаются специалисты специальные логистические центры переработки все должно быть но это и есть на основе кооперации это должно нам принадлежать потому что если только строится любой логистический какой-то центр все говорят вот на миллион но там есть собственник и мне какая разница что мне приехал какой-нибудь алим перекупщик брал меня картошку по 8 рублей или я теперь должен завозить машину привезти в логистический центр там сидит тот же алим и говорит ну хозяин сказал по 6 принимать и все нет и земля и ее продукция и дальнейший ее ход должны крестьяне решать это дело сами производители переработчики все это должна быть кооперация почему государство не хочет пойти на такое дело оно субсидирует строительство логистических центров естественно застройщик пишет смену на 3 миллиарда за полтора миллиарда его строит миллиард получает субсидии и он собственник почему этот миллиард не сделать что пайщики от государства пайщики вот они крестьяне кто производит вот они имеют 30 процентов теперь пая в этом цена и тогда мы решаем цены закупочные продажные и так дальше ну и потом грамота должна быть все в обороте что производить и следующее минсельхоз как бы мы его говорим должен заниматься больше прогнозов так называемая плановая экономика чтобы мы знали что нам сеять на третий год на четвертый на пятый хотя бы а когда я весной сею но не знаю какая будет цена летом и осенью мне капец а в этом году сколько посеяли меньше чем в прошлом больше мы же ведь как знаешь как в том анекдоте если долгоносик съел то мы больше посеяли нет мы просто другого ничего не можем ты понимаешь чем русский крестьянин отличается от развитого уже да если тот получил убыток он не будет это делать а мы а мы говорим так как землю нельзя оставить да мы ее только ввели в оборот ой жалко земля мы убытки получаем сознательно все тут надо нас лечить как то вот такого дела но это очень просто делается саша это должна быть спайка полностью да мощный профсоюз образно говоря какое-то движение которое бы могло объединить миллион человек вывести и все сделать вот так можно 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 экстремизм скажу и обязательно должно быть не 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 экстремизма нет а политическое представительство должно быть должна быть аграрная партия которая представлена в госдуме как минимум третью мандат конечно 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 нас должно быть ну я вот что скажу ну в связи с тем что мы уже очень много наговорили ты говоришь что-то надо позитивного такого дать ну честно я очень позитивный человек и у меня есть такой афоризм он позитивный что вот наша жизнь вот она знаешь коротка и печаль а вот от того что она печальна да и хорошо что коротка как то она будет надежда есть но небольшая ну что всегда говорят живем надежда я говорю все наши надежды к сожалению были просто отсроченные разочарования мы разочаровались нашими президентами мы разочаровались нашими министрами мы видим какую мы думу себе навыбирали все остальное и это печаль позвольте последний вопрос от подписчиков не могу не задать он такой немножечко ехидный а то меня тоже ругать будут спросите говорит у Мельниченко всем ли коровам у нас по отрубали хвосты из-за договора на поставку в Китай и что такое Эпинам знаете я поражен был тогда зачем это вообще новость дали в эфир во-первых там хрящи это настолько мелко вот для подписания президентом какое-то согласование топинамбур хорошее растение овощное и так и тому подобное да нас оно мало культивируется в России несколько было принято проект по его ну разведению все нас мало производится топинамбура если будет кто-то покупать пожалуйста будем производить он легко производится 20 центров дает сектара легко дешево его производить поэтому если китайцы будут хорошо платить мы будем им выращивать финальный вопрос голод будет у нас простите за это а голод это такое дело оно для России не ново мы часто голодали вот и он может случиться совсем неожиданно и нечаянно как всегда оно так и бывало и погодные условия и политические условия могут привести к тому что что-то не так будет но пока что каких-либо признаков голода нет зайдите в магазин и вы увидите мы просрочки выбрасываем ну несколько миллионов в том год в магазин просрочки выбрасываем так что пусть не беспокоиться голода не будет рост цен будет обязательно и серьезный у нас инфляция будет высокая как и должно быть зарплата не будет поспевать за ней конечно много чего не будет но мы будем жить бедно ну вот и к сожалению недолго видите у нас в продолжительной жизни не растет поэтому Саш ну спасибо что пригласили я сердечно вас благодарю за то что время уделили я вам хочу сказать что несмотря на то что мы сегодня зрители не очень-то подбодрили но я у меня все родственники с Нижегородской области я сидел и отдыхал смотря на вас на светлого позитивного человека и глядя на вас я верю что значит все то что у нас сегодня навалено вот эти все авгиевые конюшни мы в конце концов расчистим и будем жить по-человечески друзья это был Василий Милинченко это все 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 все